Добрый вечер, Александр Сергеевич. Вернее, ночь. Вы вышли из здания суда. Скажите, что там происходит? Доброй ночи. Адвокат Шадрина Александр Сергеевич, руководящий партнер адвокатского объединения Тихоненко Анатолия Шадрина и соратники. В суд доставлен Крамской Игнат Владимирович для решения вопроса об изменении меры пресечения домашнего ареста на задержание под стражей. Прокурором Харьковской области Сенчеряком изменена последствия. Дело передано в расследование прокуратуры Харьковской области. Крамской Игнат Владимирович, с его слов, задержан в 10 часов. Вчера уже, получается, 25 апреля 2014 года. В городе Донецке, как указано в протоколе задержания. О задержании не был уведомлен Центр бесплатной помощи ни в Донецкой области, ни в Харьковской области. Крамской Игнат Владимирович не имел конфиденциального свидания с защитником после задержания. Ни там, ни здесь. На неоднократное заявление судье о предоставлении такой возможности конфиденциального общения с клиентом было отказано. В связи с чем, сторона защиты была вынуждена заявить отвод судье. При каких обстоятельствах он был задержан, в принципе? Это неизвестно, потому что я не мог это узнать в связи с тем, что не было возможности конфиденциального общения с клиентом. А в самом худшем случае, в самом лучшем, что будет с ним? Орган досадивного расследования настаивают на исключительной мере в присутствии в виде содержания под стражей, даже без возможности внесения залога. При этом они просят содержать его под стражей в изоляторе временного содержания в другом городе. В каком? В Адата середине указано в город Полтава. Почему вы думаете так происходит? Там мотивируется это тем, что возможно какие-то штурмы Харьковского СИЗУ, поэтому они этим мотивируют содержать его на Полтаве. Скажите, пожалуйста, мы видели, что в 0.35 Игната Крамского с черным мешком на голове завели через центральный вход. Вот. Нормальная ли это практика водить человека в черном мешке на голове? И вот состояло ли сейчас судебное именно заседание? Видели ли вы ТАПАЗа Игната Крамского на этом судебном заседании? И какие были ваши действия процессуальные как адвоката на этом судебном заседании, если оно состоялось? Спасибо. Ну, в судебное заседание ходатайство об изменении меры пресечения должно было быть вручено стороне защиты не позднее трех часов до начала рассмотрения. Еле с боем удалось получить копию этого ходатайства и копию там еще большим боем материалов, дополнить приложение к этому ходатайству уже в самом процессе судебного рассмотрения. Судьей не дают даже времени ознакомиться должным образом с материалами, которыми обосновываются. Но я хочу сказать, что материалы никак не... То же самое, что было при рассмотрении в Ленинградском суде, то же самое осталось и сейчас. То есть это допост свидетеля одного свидетеля, суть которых он на этого свидетеля написал заявление за дачу заведомоложных показаний в Киевском иерой отделе города Харькова. И за... точнее за совершение им самим уголовного правонарушения именно захвата административного здания этой Харьковской областной государственной администрации. Вот. И фотографии о том, что Игнат Крамской в этот день был на площади свободы. Больше каких-либо иных новых доказательств с того времени так и не поступило. Материалы не содержат ответа на ходатайство Крамского и Игната Владимировича о закрытии этого уголовного производства в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения. И копия этого процессуального решения также не вручалась Игнатому Крамскому. Ну, наверное, все-таки это дело носит более политический характер, чем реально какие-то вот есть основания содержать его под стражей. Материально-правовые основания я имею в виду. То есть таким образом вы сейчас ставите под сомнение обоснованность подозрения, да, по первому криминальному производству, по которому был именно задержан Игнат? Ну, только одно вот это уголовное производство, 294-й, сейчас первое. Иных каких-то уголовных производств ему не уведомлялось. Ну, а скажите, вот в данных обстоятельствах все-таки является отягощающим обстоятельством то, что Игнат Крамской после избрания меры пресечения домашнего ареста все-таки покинул дом? Опять же, мы не знаем, при каких обстоятельствах это произошло. То есть я не имел возможности потенциального общения с клиентом как-то это прокомментировать. Может, наоборот, это была крайняя необходимость какая-то. Может быть, это не зависело от его воли. То есть мы не знаем. Может быть, опять же, он был похищен точно так же с мешком на голове сотрудниками СБУ. И это все инсценировано как, скажем так, нарушение меры пресечения. А скажите, вы сейчас вот в ходе судебного заседания заявили отвод судья? Да. И кто был судья, и кто будет дальше? Судья Колесник, она даже продолжительное время не хотела рассматривать. То есть планировалось вначале просто продолжить, ну, никак не реагировалось на ходатайство со стороны защиты. Планировалось просто окончить судебное заседание, внесение в судебное решение и все. То есть, ну, в конце концов, все-таки принято было решение снова внести это заявление. А скажите, мы видели, что имеется распорядок работы суда, и в пятницу он работает до 16.30, о чем вот имеется табличка с распорядком. Насколько вот обычная или необычная эта практика проведения ночных заседаний на 0.30? Вы знаете, вот следственные судьи, они, как бы, действительно работают круглосуточно. Но вопрос в чем для меня, как для защитника, заслуживает интереса и как гражданина в целом. Вот каждый гражданин, например, может обратиться к следственному суде в порядке 26 статьи УПК для того, чтобы обеспечить права, чтобы следственный судья смог обеспечить права задержанного лица, и чтобы он мог проверить обоснованность его содержания под стражей. Вот вы, например, придите завтра в это же время, и вызовут ли вам судью, чтобы просмотреть такое срочное ходатайство. Мне просто интересно. Кстати, вот это судебное, никаких ходатайств с прокурором о закрытом судебном заседании не проводилось, так что, в принципе, вы тоже можете проследовать. Ну, мы второй раз попробуем, просто первый раз перед нами... Пойдемте проследуем? Перед нами закрыли дверь. Пойдемте проследуем, натуральный пробей. Не было только... Не водительный? Пока мы будем проследовать. Не, ну, то есть, его сейчас, Игната Крамского, не могут сейчас вывести до проведения второго этапа судебного заседания, или, вернее, судебного заседания подголовыванием другого судьи. Он тоже должен присутствовать в этом суде? Угу. Теперь еще и адвоката не будут пускать. А может ли состояться судебное заседание в отсутствии адвоката? Ну, в нашем правом государстве, оказывается, все может быть. Будем надеяться, что все-таки защитников пусят на судебное заседание. Тоже будем надеяться. Ну, так или иначе, еще должен судья один приехать. Когда он будет заходить, я надеюсь, на службу. Да, кто-то есть. Если вам пригласят как журналистам осуществление журналистской деятельности, вы тоже можете обратиться с соответствующим заявлением правоохранительной органы, если его не будут носить единый регистр досудебных расследований, обжаловать это бездействие следственному суде опять же. Ну, Александр Сергеевич, я просто могу вам заявить как опытному адвокату. Сегодня мне лично препятствовали в осуществлении журналистской деятельности, причем это было сделано в грубой форме перед зданием суда. Я завтра собираюсь подавать заявление в правоохранительные органы в порядке предусмотренного ПК по 171 статье.